Есть такое зло, которое называется «откладывать на позже», которое уничтожает и разрушает судьбы людей, потенциал, который люди имеют, если бы только они не откладывали вещи на завтра. Бог против, когда мы должны что-то делать сегодня, а мы оставляем, не делаем. В этой жизни мы теряем так много из-за этого. Мы можем учиться и выйти из колеса, откладывать вещей на завтра. Смотрите, есть один началник. Он – создатель неба и земли. Мы у него уже приняты. И не долго. Мы к нему имеем доступ. 24 часа, 7 дней в неделю, 52 недели в году мы имеем доступ к нему беспереривно, в любой момент, как только понадобится. Посредник Иисус и Бог Отец не нас в запачканной одежде видит, не нашу человеческую праведность Он видит. Он видит нас в посреднике, в Его праведности, Вы Его, все, что Он для нас достиг на кресте, на Голгофе. Когда ты борешься с искушениями, с проблемами, когда восстают разные вещи внутри тебя, которые ты не знал, что они есть на свете, помни, Иисус через это проходил. Никогда не сомневайся в вопросе. Божий план о тебе – это дать тебе благо. Божие намерения по отношению к каждому из нас сто процентов во благо, а не на зло. Содержание твоего сердца определяет твою жизнь, определяет твои слова разговора, определяет твои действия, определяет твои настрои, определяет все, что в тебе. Не ищи официальной причины, чтобы оправдать действия дьявола. Воюй против них. Не пусти, не разреши, не дам. Я не место, где змеи приноходят и гнезда свои во мне. Нет! Не хочу! Книга «Бытие» 37 глава «Как быть чемпионом в жизни». Дело в том, что если ты стал чемпионом в Божьем Царстве, гораздо легче стать чемпионом в жизни, потому что принципы Божьего Царства, они приносят победу в жизни. Помните, на прошлой неделе я вам показал, что царствуют Иисусом Христом в жизни. Принципами Иисуса в этой жизни легко царствовать. Вне этих принципов легко поражаться. Победа в Божьих принципах. И сегодня мы продолжаем. Мы говорили с вами на прошлой неделе, что очень важно иметь ведение цели жизни. Без этого невозможно быть чемпионом. Продолжая это, мы хочу вам показать 37 глава «Бытие» 8, 11 стих. «И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сни его и за слова его?» 11 стих. «Он рассказал отцу своему и братьям своим. и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Но жили и я, твоя мать, твои братья придем приклониться тебе до земли? А братья его досадовали на него. Отец его заметил это слово. Заметите, что когда Иосиф получил от Бога сон, мы с вами поняли, он заказал сон или нет? Он постился, чтобы Бог дал сон? Он вообще что-нибудь сделал, чтобы этот сон пришел? Вообще ничего. Он спал, как все. И Бог решил дать сон. Что удивительно, динамика после сна его начали ненавидеть, завидовать, искать и уничтожить. И вот в этой несправедливости большинство людей выбрасывает Божие ведения, которые он им дал. Потому что давайте представим со стороны с точки зрения Иосифа. Он спал, увидел сон, проснулся и рассказал. Из-за этого его хотят убить. Какие ощущения у него в сердце, когда этот процесс происходит? Ему обидно. Он не понимает, зачем, за что, что я сделал. Я все, что я делаю, это я спал, проснулся, и мне снился сон. И я вам рассказал, из-за этого вы меня убиваете? Что я сделал плохое? Вот это и есть то, что называется добро пожаловать в Божие призвания. Я немножко хочу вам показать, помочь, чтобы вы поняли, что дело не в людях. Иосиф увидел сон. Вот в 11 стихе там написано, что братья его досадовали. В одном из переводов написано, завидовали его. Прямое, обычное, обыкновенная зависть. Нету ни одного человека в церкви, который скажет, вы знаете, почему я грубо с этим человеком разговариваю? Я его завидую. Никто такое не говорит. Вы знаете, почему? Но находят другие причины. Никто же не говорит, что завидуют. Но из-за зависть люди начинают копать, искать причины. И порой бывает находят. Но настоящая причина вражде это не сама причина, которую они нашли. Это была зависть. Это называется бесполезная война, потому что Бог заметил с самого начала, откуда идет. Поэтому война этих братьев, чтобы вы заметили, закончится с их стороны провалом. Это в конце провала. провалом. Иосифу в этой их войне учеба, в которой он должен пройти. Если он не пройдет, то его призвание закончится провалом. Тут есть два провала. Или у Иосифа, или у братьев. если Иосифа выдержит, то у братьев провал. А если Иосиф не выдержит, то и у братьев, и у Иосифа провал. Они могут подумать, что они победили на время, на самом деле нет. они завидовали его за сны, они завидовали его за то, что он получил от Бога. Вот что мне нравится про папу этого. Написано папа или отец, давайте прочтем какое слово здесь. И рассказал своему отцу и братьям. И написано там папа что сделал. Сейчас хочу найти это слово. Братья досадовали, а отец его заметил это слово. Мне нравится оригинальное слово. Написано отец обдумывал, заметил и обратил особое внимание на это слово. Я маленький здесь ремарку. Если вы лидер, вы пастор, делайте что сделает этот отец. Таким образом мы выявляем даров призвания у людей. Мы слушаем что они говорят. Мы слушаем что им снятся. Мы слышим где их мечты, к чему они стремятся. И когда мы это видим, слышим, замечаем, мы обдумываем. Оно нам поможет понять в чем призвание этого человека. вы знаете, я позволяю себе сказать, да, когда Иосифа убили, якобы убили, как будто убили, обманули папу, что его убили, мы нашли его одежду. Я почему-то думаю, что Иаков и верил, но и не верил. Вы понимаете? Потому что, наверное, иногда он вспоминал сон, о котором он так думал много. Помните, кто дал истолкование? Неужели я, мама, братья будем преклоняться? Это он дал истолкование. Это значит, он подозревал, что это должно исполниться где-то. Вы понимаете? Ведение от Бога это Божий метод нас вдохновить в момент, когда кажется с нами конец. Иногда это порой единственное, за что можно держаться. Я не молюсь, чтобы в вашей жизни так произошло. Это об этом даже молиться не надо, оно само придет. Если ты будешь что-нибудь существенное, делать в этой жизни, порой бывает и чаще, чем надо, или вернее не так, чаще, чем хотелось бы, что единственное, за что держится это то ведение, которое Бог тебе дал. И больше ни за что. И вот, когда приходит ведение от Бога, ты становишься опасным для дьявола. и дьявол собирает всю силу, которая у него есть, чтобы тебя поражать. Любой человек, который имеет какой-то божественный талант, умение, и дьявол понимает, что из-за этого таланта, из-за этого призвания, из-за этого ведения я могу поражаться, он становится мужчиной для дьявола. Дьявол теперь хочет его уничтожить. Потому что дьявол ничего не может делать с человеком, который целеустремленный куда-то идет со словом от Господа. Он ничего не может. Он может его отвлекать, он может его заставить унивать, он может много чего, но много чего все это направлено на уровень его души и эмоций. На самоведение он ничего не может делать, но влиять на твою душу, на твои эмоции, на твой настрой, он может стараться для того, чтобы таким образом тебя остановить. Но если не дай Бог, вернее дай Бог, у тебя крепкая душа, которая не реагирует, то дьявол останется без никакой подхода, больше у него нет. Поэтому Павел молился, говорит, молюсь, чтобы ты был укреплен Духом Святым во внутреннем человеке. Зачем? когда ты крепкий внутри, то у дьявола нет подхода. Никакого. И вот Матфея 13 глава 19 стих показывается тактика, показывается тактика, как дьявол борется, когда Бог дает кому-то слово, ведение, цели, методы, которые дьявол использует в борьбе. И поэтому очень легко, потому что мы сразу понимаем, и нам легко потом вычислить, где дьявол действует. Вот согласно 19 стиха Иисус говорит, ко всякому слушающему слово о царстве, я бы сказал, ко всякому получивши от Бога ведение, цель, ради чего жить, но он не уразумел, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот как означает посеянное при дороге. Первая группа людей не понял. Знаете ли вы, что есть призвание люди в этой жизни, которые не понимают к чему Бог их призвал. При этом есть призвание. Вы знаете, что есть люди, которые Бога имеют предназначение большое, но они его не поняли. Имеют таланты от Бога, но не уловили для чего оно. Имеют дары от Бога, но не поняли, что это от Бога. Непонимание дает дьяволу свободу забирать. Это местописание помогло мне понять, что мое понимание важно Богу. Потому что, когда я вырос в христианстве в начале, меня учили, как будто разум человека вообще не нужен. А я потом подумал, если мой разум понял, и это есть защита, чтобы дьявол не забрал, наверняка есть кое-что в нашем понимании важнее, чем мы с вами представляем. И поэтому неудивительно, когда ты видишь человека, чей разум развит и духовно развит, успех у него будет больше, чем тот, кто только в духе. В этом главный обман дьявола на церкви. Потому что дьявол пришел к церкви и сказал, развивать свой разум не надо. Развивать свои понимания не надо. Молись в духе, истолковые языки, постись постоянно, исполняя себя духом, это все правильно. Но дьявол вот что он сделал. Он так работал, чтобы наш разум остался неразвит. А заметите, первый уровень похищения это запровало не духа, это запровало понимания. Не у разум мел. Но слово разум мел имеет кусок разума. Вот это первый момент. Притом по всем параметрам неважно в чем, то ли это в проповеди, то ли это в пении, то ли это в любом деле, тем больше ты разумел, а при этом еще в духе, это вообще слава Богу. Но дьявол понял это и решил блокировать разум у христиан. И поэтому иногда можно встречать христиан, которые если не думают, что они в духе, можно было думать, что они сумасшедшие. Но мы будучи в церкви, мы конечно прячемся за то, что я был в духе. Хочется, чтобы действительно был человек в духе. Скажи да, аминь. С другой стороны, дьявол принес еще одну ложь. Разум, 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 разум. И забот духовная. Это тоже провал. Вы меня слышите, да? А надо, чтобы разум, разум, разум. Дух, дух, дух. То есть только разум, столько и дух. Скажи да, аминь. Потому что вот все, что Бог дал, должно развиваться. Оно должно развиваться, чтобы оно приносило свою пользу. и поэтому вот почему я не люблю проявления саморисования, которые вы называете, исходя из вашей необразованности, понти. Простите сразу, пожалуйста. Поэтому я у вас одалживаю слово не люблю я понтов, понти. Почему? Потому что когда человек понтует, он выдает себя за то, кем он не является. И этим себя останавливает. Он не развивается, пытается быть, и он уже выдает себя за кем-то. И развитие останавливается. Это тоже ловушка дьявола. И поэтому человек ездит на черный джип, чтобы показаться умным. Причина почему он показывается умным? Потому что он не собирается быть умным. Не собирается. Поэтому остается только нарисовки. А это тоже ловушка дьявола, притом оно способно губить целое общество. А нам надо как верующий это избег от. Мы не хотим показаться умными. давайте мы будем умными. Если вы еще не такой умный, как я, например, я признаю, я еще не умный, поэтому я работаю над собою каждый день. А если вы уже дошли до потолка ума, который бывает на этой земле, как некоторые, не даю имена никакие, чтобы вы их не похитили вечером, но тогда вы свободны. А все мои остальные нам нужно поработать. Скажи да, амин. И вот поэтому первый уровень, который дьявол берет, забирает, это не понял. Когда мы говорим не понял, имеется ввиду не уловил, что значит, или не уловил, как используется, для чего. например, вот я пастор, призван, я уловил, что я призван, но вы знаете как, дьявол на это не останавливается, дьявол может так делать, но ладно, он понял, что он пастор, давай я ему скажу, что пасторство это для того, чтобы ты восполнил вот это эго твое, желание давить всех, как называется, ходить над головами людей, по головам, не над головами, так лучше было бы над головами, ну ладно, по головам, то есть раз, два, да, да, поэтому ты пастор, о, уловил призвание, но не уловил, зачем, и все равно его тоже похитит, вы меня слышали, да, есть люди, которые уловил призвание, но не уловил, зачем оно, для чего, функции, цели какие, а есть люди, которые уловили призвание и цели, но не уловили, как его выполнять, и все равно тоже дьявол забирает, надо уловить слово, понять, что это такое, и понять, как его выполнить, это суть призвания и стратегию выполнения призвания, вот, когда это есть, иди в духе, о, слава Богу, поэтому замерите, дьявол очень процветает при отсутствии понимания, постараясь понимать слово, если вы заметите, в конце там написано, что слово человек, который приносил плод, написано уразумел, добрый, хороший почву, и уразумел, можно быть добрый, хороший почву, и ничего не понимать, можно быть праведным, святим, знает Библию наизусть, и не соображает ничего, поэтому замерите, что Бог желает, чтобы мы понимали, номер два, 20 стихе, 21 стих написано так, это 13 главы Матфея, а пассейн на каменистых местах означает те, кто слышит слово, и тот сейчас с радостью принимает его, но не имеет корня в себе и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тот сейчас соблазняется, вы знаете, что как только ты получаешь от Бога ведение, слово, что-нибудь, гонение в твою сторону идет, вы знаете, почему гонение, эти проблемы трудно, они болезненные, потому что несправедливо, я не заказал призвание, вы не видели меня, что я бегал по облакам, говорю, Бог, дай мне пастерство, не, я вообще был хорошим, мирным студентом, кушал батон со скумбрием, знаете, раньше была такая рыба, скумбрия, многие, сейчас есть, уже китайская, уже не такая, тогда было настоящая, ну ладно, не буду я унижать Китай, значит, я был хорошим студентом, горошек, вы знаете, был тогда горошек, да, вспомнил, горошек, помидор, делал свой там, потом скумбрия сверху, и потом тут картошка, если не хватает времени, то какао, тогда было очень популярно пить какао, с хлебом, это была еда студента, поэтому некоторые из вас, которые жалуются, мама, я вчера уже мясо ел, я сегодня хочу рыбу, вы не студенты, вы какие-то испорчения, недоварения, но ничего, и однажды Бог начал говорить ко мне, призываю тебя, я не заказал, я не просил, но что интересно, гонение приходит сразу, это значит, если хочешь быть чемпионом, надо учиться, жить, двигаться, при самых, несправедливых, ситуациях, я даже по-другому скажу, несправедливые отношения, являются атмосферой, в которой, живет, процветает, чемпион, и при этом, оно его не трогает, если ты плачешь за несправедливости, ты далеко не пойдешь, вы знаете, кто-нибудь занимался марафоном, когда-нибудь бегает длиннее дистанции, но длиннее дистанции, когда бегаешь, первые там, сколько там, первые полчаса, на некоторые первые 30 секунд, я забыл, но нормальные люди, которые умеют бегать, первые полчаса, им кажется, что умрут вот-вот, что буквально вот-вот, сейчас на 27 минут, упадет, мертвым, вот на 28 минут, уже все, на 30 умру, а потом на 35, на 40 минут, оказывается, не умираю, наоборот, у меня дыхание появилось, и уже бежишь, уже не думаешь вообще, просто регулируешь скорость, уже по энергии, уже не по болям, ни по чем, ни по чем. Но, если в начале бег, человек набрал скорость, бежит быстро, и начинает обычно колиться, где, я не помню, в правом, да, тут колиться, где еще колиться, или только здесь, и дыхания не хватает, боль здесь, у вас тоже, боль здесь появляется, в основном, вот это три главные врага, да, если не умеешь это контролировать, неважно, возможно, ты должен, ты мог стать чемпионом, но потому, что вот это начальное, стадо, ты не смог, ты не смог выдержать, не получится тебе быть чемпионом, в этом беге, если не умеешь терпеть, переносить, игнорировать, несправедливости, не получится в жизни, тебе быть чемпионом, это я называю, несправедливые отношения, это завтрак чемпионов, скажи да, аминь, какое самое распространенное завтрак по всему миру, мне кажется, почему-то каша, думал, каша, наверное, это самое распространенное, вы аномалии, вы не только кушаете, вы хотите быть здоровым, кто хочет быть здоровым, овсяну и каша, ну ладно, любую кашу, попробуйте, вы попробовали, и не пошло, да, я тоже не любил кашу раньше, но я вырос на кашу, всегда, ну, нас учили по британскому, да, типа кушали кашу постоянно, и поэтому я вырос на кашу, потом приехал в Советский Союз, каши не было нигде, естественно, там перешло на что-то другое, но когда хотел заниматься спортом, да, и мой тренер мне говорит, если вы хотите успешно, час, два часа, и не терять сознание, вам нужна правильная еда утром, мне сразу интересно, какую, овсянку, я на него посмотрел, он сказал, это лучшее топливо для организма, что у нас есть, овсяное, это не топливо, вот овсяную кашу, если вы покушаете, мои дорогие братья и сестри, вам, все сотрудники офиса церкви, кашу, потому что вы будете лучше работать, энергия больше, а все остальное, что вы мне рассказывали, там сало, смолицы, это не подходит, и кашу, вы поняли, да, ну ладно, нам нужно учиться переносить несправедливость, оно не так легко переносится, в детстве я помню, но надо учиться это, просто учиться, чувствовать себя комфортно, когда по отношению к тебе все несправедливо, я не говорю, что радоваться этому, но пойми, вот один брат говорит, я пащусь, молюсь, чтобы несправедливость ушла с моей жизни, он говорит, нет, ты призван Богом, да, оно умножится, вот что ты должен молиться, молись, чтобы когда приходит несправедливость, оно тебя больше не задевал, скажи да, амин, а ждать ухода несправедливость, это, это пустое дело, оно вообще, оно не, не уйдет никуда, но оно настолько, ты, ты потом становишься крепким, что когда оно есть, ах да, это вот, как, как бактерии, которые летают, как комари, которые летают, как это, но оно не убивает, оно становится настолько уже, научитесь, не быть побеждаемой несправедливостью, один из признаков того, что я, я не побеждаемый несправедливостью, первое, я не даю сдачу, значит, я уже крепкий, два, я не иду в саможалость, значит, я уже, но саможалость выражается разными методами, то слозы, то криками, то еще что-то, а сдача это разбить тарелки, разбить кастрюли, разбить окна, разбить машины, разбить фары, разбить деревья, и то, и то не надо, побеждайте несправедливо, скажите амин, и вот написано здесь, непостоянен, и приходят проблемы гонения за слово, гонения не потому, что у тебя, Марьяна, у тебя длинный волос, не за это, веряю, что у вас очки красивые, не за это тоже, Зинаида, не потому, что вы из Миронов, не за это вообще, абсолютно, и даже не за Богу славу, абсолютно, не за это, это я тут пастеря просто называю, не за это, не этот дьявол интересует, Библия говорит здесь, за слово, цели дьявола, чтобы ты выбросил слово, которое у тебя в руках. Я недавно видел передачу, очень интересно, по, следовал совету епископа Дага Милса, смотреть канал животных, буквально позавчера смотрел канал животных, и на этом канале они мерили бегство животных, типа, какой самый умный животный убежат, когда его пытаются закрыть в чем-то, вот там номер один, номер два, номер три, корова была там номер четыре, номер пять, по-моему, один какая-то корова, который языком своим открывал все замки, и там еще кто-то, но самое умное оказалось, какое-то, как оно, оно, по-моему, у нас его здесь нет, в Украине, я забыл, как оно называется, вообще я не знаю, как по-русски, это было на английском языке, и я говорю, животные, оно вообще дикие, маленькие, какое-то, похожее, не знаю на что, его оставили, и он хотел убежать, а как это называется, вот металлическая штука, которой мы копаем землю, лопаток, хозяин оставил лопаток, и этот животник, маленький, подошел к лопатке, трогал, горячее, потащил его в воду, и посидел, понимает физику, что сейчас энергия, уходит от, через время, забрал лопатку, я видел своими глазами, Мириам видел, я не обманываю, взял этот лопаток, и поставил, менял угли, чтобы оно не упало, когда оно начнет лазить, под одним углом, потом вторым, потом правил, чтобы дистанции достаточно прыгать, я смотрел, думаю, вот ученый, Ганжа номер два, физик, и он после этого прыгнул, и вышел, и вы знаете, куда он побежал, на кухне, и открыл холодильник, и торопился, сразу кушать, я подумал, ваа, но смотрите, почему, этот, лопатку надо было в воду, чтобы нести было, легко, когда горячее, хочется, выбросить, почему дьявол, бросает столько огня, на тебя, пока ты держишь слово, чтобы ты его выбросил, как только выбросил, в мире покоя, вы не представляете, если бы я сейчас встал и говорил, не буду я евангелизировать, ни Индию, ни Таиланд, ни Пакистан, ни Азию, ни Европу, не буду я открывать новые церкви, мы просто будем сидеть здесь, вы не представляете, сколько письма любви я получу, только от того, что отказался от видения, вы меня слушаете, видение Божие, это сокровище небесное, которое Бог дает, и Бог не дает каждому, Бог дает тому, который по его мнению, выдержит, потому что Бог знает, что как только ты получил, все стрелы начинают расколоннее, направляться в твое направление, и Он надеется, что ты выдержишь, скажи, я выдержу, скажи, я не выброшу, и поэтому из-за слова гонение начинается, проблема начинается, целая армия поднимается против тебя, в 22 стихе написано, если не получается отобрать таким образом, написано, опасение в тернии означает те, того, кто слышит слово, но забота века сего и обобщение богатства загружает слово, заметьте третий уровень, третий уровень, это не внешняя армия, которая воюет против тебя, чтобы забрать ведение твое, это внутренняя армия, заметьте, обобщение богатства, забота, откуда они, разве обобщение бегает на улице, забота это то, что в тебе, когда дьявол не получается снаружи нападать, то у него еще один фронт, изнутри тебя, используя те слабости, наклонности, которые у тебя есть внутри. Он начинает подыгрываться им с богатством перед тобою, не потому, что он так любит обогатить тебя, но он хочет, чтобы оболщение богатства поработало с тобой, вы понимаете, заботы века сего, и поскольку весь мир лежит во зле, дьявол может использовать кого угодно, когда угодно, лишь бы создать на тебя давление, потому что он хочет забрать. Заметите, что дьявол или дух работает, есть целое демоническое ополучение, чья задача забирать ведение Божие в тебе. Это дух, это в том числе дух религии. Вот к нам приехал Бенихин, пастор Бенихин. Кто был на конференции с Бенихином? Ууу, кто получил что-то. Знаете ли вы, что были люди, которые были на конференции с пастором Бенихином, которые сейчас уже на их жизни уже даже не осталось даже пар от того, что они там были. Дьявол уже забрал. Уже не успели выйти с дворца спорта, мы не успели сказать, конференция закончена, как уже забрано. Я видел людей, которые выходили оттуда, что там Бенихин там просто поет, поет, мешает мне, а я не люблю этот шум, что не может, как наш батюшка спокойно там пропеть. И я смотрю, думаю, все, похищено уже. Слава Богу, что он заполнил место, и из-за было показано, что он забит людьми, но лучше еще, чтобы еще что-то оттуда взял. Моя молитва, чтобы ни один из нас здесь сидящих не был из тех, которые уже похищены. Вы меня слушаете, да? Вот Бенихин был у нас. Если я служу тоже, делаю ли все как Бенихин? Нет. Почему? Я другой человек. во-первых, Генри, фамилия Мадава, родился в Африке, а он в Израиле. У меня голос петь есть, но работает во сне. Поэтому я не буду Бенихиной. Вы меня понимаете, да? Но я страстно люблю Бенихина, между прочим. Если я встречу кого-то из вас, кто воюет с Бенихином, я буду лично с вами воевать, лично я? Лично. Потому что ценю Бенихина и то, что Бог вложил на его жизнь. Чтобы вы знали, сегодня на этой земле нету ни одного человека, который носит помазание в себе так сильно, как Бенихин. На земной шаре сегодня нету. и представь себе быть на собрании самого помазанного и выйти оттуда пустим. Однако если я не удивляюсь, если какие-то чужие люди из других церквей это сделают, они воспитаны по-другому. Но человек, если мы воспитаны в этой церкви, то сразу задается вопрос нашли ли ты вообще? Я слышал некоторые хористы начали критиковать Бенихин. Ну почему нет? Я говорю хор, это не весь хор, там несколько человек буквально. Хор, вы пели за Бенихином и теперь вы его критикуете и говорите вы хор церкви Победа? Молчите, если нет, то это достаточно, чтобы вы не были. Места ваше в хоре с таким мышлением нету. Но он же не наш пастор, неважно. Я ваш пастор его пригласил и вы его громко критикуете, тогда места в хоре церкви Победа вам нету. Точно так же в любом другом служении. Если я услышу, если я услышу где-то, что какие-то ходят и обзывают Бенихина, место в служении в этой церкви вы не имеете права. Потому что во-первых, пастор пригласил его, но во-вторых, ваше служение, знаете, идти против такого помазанника это самоубийство. самоуничтожение. А я не хочу, чтобы кто-то из церкви воюет против Бенихина, вместо того, что мы получили благословение, помазание, мы получим не благословение, а прокладие. Нам это не надо. Дагмиус вышел, начал учить. Вы знаете, как мне понравилось его учение? Я там сидел, хотел прыгнуть перед людьми, начинать потанцовывать чуть-чуть. И потом подумал, они скажут, мы бы слушали его, но смотри, как он себя ведет. Поэтому я решит этого не сделать. Так мне понравилось его учение. Вы скажите, пастор, это не обо мне. Бенихин исцелялись люди. Ну, конечно, и большая слава Божия. Но учение Дагмиуса исцеляет церкви. исцеляет детей, которые, вы знаете, мы живем в Украине, да, где многие мамы настраивают сыновья против своих отцов, нанеся на них же прокладье потом, которое необратимое. Отчим не заменяет папу. Отчим это отчим. Слава Бог за отчимов. иногда если не отчим многие люди бы не знали что такое образование, что такое одежда, что такое туфли. Благословит Господь многих из этих от Бога отчимов. Но при всем этом он папу не заменяет. Скажи да, аминь. Если ты настраиваешь сына против отца, ты на много лет уничтожил жизни своего сына. потому что эти принципы дойдут рано или поздно. Поэтому даже если папа вот как ноида напился, но он неправ, но стопроцент неправ, еще как неправ, это вообще в какие нормы уходят, это правда, но папа, вот достаточно, что это папа, что надо, я знаю, что он неправ, но не мое дело, сейчас это раскрыть, наготу покрываю. И видите, как Бог это понравился, Бог это понравился. Родители, вернее, дети, уважайте своих родителей. Библия говорит, это заповеди, которые имеют обетование. Многие заповеди, они не имеют как обетование, просто не делай, не делай, не делай, а это почитай, отца и мать, чтобы тебе было хорошо, и дни были долгие. Но вот поэтому, почему я упоминал Бенихину в нашей церкви, потому что я хочу дать вот что, пример. Бенихин пришел на собрании Катерин Кулман, худой, длинный волос, заикался, не умел разговаривать, и Дух сегодня на него сошел. Что он сделал? Ничего, он просто сидел. и Катерин Кулман говорит, добро пожаловать, Дух. А? Что? Он что реален? И он пришел домой, любопытный парень, как все. Дух Святой, я слышал, как Катерин Кулман говорил, что ты приди ко мне. И пришел Дух Святой. Это он заказал, он просто от любопытства Дух Святой и сошел. И когда Дух Святой и сошел, через время, если вы читали его книгу, он видел видение, где масса людей шли в ад. И от крика он проснулся на Бога, ему сказал, надо идти проповедуя Евангелие. И он встал, пошел, сделал. И когда я был с Бенихином, по вечерам разговаривали много, он говорит, пастор, есть некоторые книги толщины вот такое. это все, что там написано, это обо мне негативно. Говорят, иногда я читаю, думаю, что за человек, который пишут, если бы они назвали имя мое, я бы не понял, что это обо мне идет речь. Пишут обо мне, какие школы колдовства я закончил в Индии, я в Непал, в горах был, я только не был, там медитирование, там получал силу, я это, я это, и потом, боже мой, столько, столько, а он говорит, ну все, что я сделал, это я сказал, доброе утро, Дух Святой. И он пришел, из-за этой книги, диссертации пишутся, защищаются, это называется для всех людей, если хочешь быть чемпионом, ты получил от Бога что-то, это норма, оно приходит ко всем людям, скажи да, аминь, абсолютно ко всем, это норма, написано 17 глава Евангелия, 17 глава Евангелия от Иоанна, это дух религии, это дух, это не просто, многие люди говорят, ну это мне не нравится, поймите, почему я так яростно к этому отношусь, это не просто не нравится, это дух, который двигает людей, вы понимаете, это дух специально, который работает, поднимая, смотри, как произошло, 7 глава Евангелия от Иоанна, 19 стихи ниже, не давали вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону, за что ищите убить меня, это Иисус говорит, вы представляете, хотели убить Иисуса, Иисус, народ сказал в ответе, небес ли в тебе, кто ищет убить тебя, то есть они говорят, мы вообще не собрались тебя убить, это ты выдумал, Иисус продолжает речь, говорил им, одно дело сделал я, и все вы дивитесь, Моисея дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, а от отцов, и в субботу вы обрезаете человека, а если в субботу принимает человека обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу, не судите по наружности, но судите судом праведным, почему этот бес религии, смотрите, религиозный бес, это главный бес, который воюет против Божьего ведения цели и призвания, именно этот религиозный бес, так, религиозный бес, чтобы использовать тебя, должны быть определенные почвы, которые ты представляешь ему, или как это сказать, ты ему представляешь, что было у этих людей, что бес мог приземлиться на них и через них работать, их страстная любовь к закону Моисеева, вот наш закон не нарушай, вот наша культура, вот в моем разуме не вкладывается, вот смотрите, вот на что дьявол смотрит, чтобы найти на кого приземлиться и через кого, когда Павел пришел в один город, в Ефес, на кого приземлился этот бес, на людей, которые создавали стукани, вы понимаете, они зарабатывали, и дьявол искал, на кого мне приземлиться, чтобы уничтожить Павла, на того, а Павел сгонял беса от одного, от одной женщины, и вот бес думает, на кого мне приземлиться, и там собрались эти все, как их называли, которые работали с металлом, с камнем, и говорят, как мы будем зарабатывать деньги, люди больше не будут, а наш Богу этот не будут поклоняться, а мы за счет чего будем жить, и дьявол понял, на них могу приземлиться, если смотрели с точки зрения человека, мы бы сказали, нет, это не бес, это просто они за экономическое свое это воевали, стоп, я не думаю, что Павел был первым человеком, который помешал экономике этого города, но восстание всего города против одной личности было только против Павла, потому что это бест двигали, если вы читаете дальше, там написано, что одни кричали одно, вторые кричали второе, и не знали, что кричат, бест толкает, оно настолько ослепляет тебя, что ты потом не видишь, что делаешь, когда ты видишь талантливого, помазанного, призванного человека, или делаешь какие-то хорошие дела в церкви или где-либо, и у тебя поднимается ярость, ненависть, обида, зависть, помни, бес может или уже приземлился на тебя, и этот дух начнет через тебя работать на уничтожение помазанного, призванного, та-та-та-та-та-та. Кто-нибудь меня слышит? Моя молитва это чтобы никогда я не обиделся внутри настолько, чтобы бес приземлился на меня. Я не хочу такое. Лучше храни сердце свое мягким. Скажи да, аминь. Чтобы ты не стал место приземления этого беса воюющей против призвания, который в Боге. Поэтому они хотели убить Иисуса. Это чувство неудобно, мне не нравится, мне не подходит, уменьшает нашу власть. Фарисеи, они Иисус убрал их власть, и им это не понравилось. Каждый раз, когда забирают власть твоя, забирают твое влияние, забирают и начинают воевать без может использовать тебя. Ты спокойно научись реагировать. Возвращаемся к 37-й главе в бытие. халлилуйя. Вы еще здесь? 37-я глава, 18-й или 22-й стих, ну, больше 13-го стиха. И сказал Израиль Иосиф, братья твои, не посуд ли в сих имя? Пойди, пошлю тебя к ним. И он отвечал ему, вот я. Короче, он пошел, чтобы написано, принеси ему ответ, знай, твои братья ли все нормально с ними, и скот все хорошо, и послал его в долине Хервонской, и он пришел в Сихем. Он нашел их, кто-то нашел его, он блуждал, там, не знал, где дорога. Короче, он потом нашел, где братья, 18-й стих написано, и увидели они его издали, прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. как будто, смотрите, дружелюбно с ним не разговаривали, завидовали, ненавидели, а теперь как будто, ну хватит уже, наконец, не, они еще хуже. Они, написано, они помышляли убить его, а вот тут написано таким образом, умышляли убить его, чтобы против него, чтобы убить его, и сказали, вот идешь сновидец, пойдем теперь, убьем его, и бросим в какой-нибудь дров, и скажем, что хищные звери съели его, заметьте, прото, чего они воюют, и увидим, что будет из его снов. сновидцов. Настолько они тронуты негативно в душе, ему снился, что мы поклоняемся ему, убьем его. Как вы думаете, это, даже если сон плохой, справедливая реакция ли это, убить человека за сон, который он не заказал. Это говорит о том, что тут нету здравого разума, нету. Это дух включился. Давайте я вам попробую так сказать. Гнев и ярость это просто эмоции или есть дух, который это может похитить? Дух. Если у тебя гнев и ярость, это обычное дело, но когда гнев и ярость начинает быть хроническим, дух уже начинает использовать это. Это значит, пора остановиться, потому что если дух похитит твой гнев, твое это внутреннее, то даже когда захочешь остановиться, ты уже не сможешь. Уже не сможешь. Вот почему Иисус говорит пусть написано гнева пусть солнце не заходит. Бог не хочет, чтобы это гнев осталось, чтобы дьявол его похитил и начинать его использовать. И вот поэтому Иосиф идет, они его видели издали, их раздражает его сон. Вот смотрите, признаюсь, можно мне признавать, есть люди, которые бывают меня раздражают. Признаюсь, честно, но я вам не скажу именно кто, потому что ни одного из тех людей нету в этой церкви. Так что все, мы все радуемся. Но есть люди, которые меня раздражают. Просто напросто раздражают. Но это давно, когда я изучал вот эту историю Иосифа, я сидел и сделал список всех, в какой-то мере меня раздражает. И вот когда я начал пройти по каждому одевну, я хотел проверять, что меня в них раздражает. Иногда я думал, меня раздражает то, как они чихают. Потом я задавал себе второй вопрос. Именно это чихание начало раздражение или нет? Или это уже усиливающий элемент? А где начало? И я удивился. Некоторые люди это потому, что они были лучше меня в чем-то. Это когда я честно пошел и копать в чем дело. Уже по-честному. Сначала я проверил, что никого нету рядом, что не дай Бога они поймут настоящую причину. Что только я знал. Я обнаружил, что некоторые люди в чем-то были лучше меня. возможно был эпизод в жизни маленький, где они были лучше меня. А позже я забыл про эпизод. Но раздраженность осталась у меня. Я даже не заметил, откуда она взялась. Вернее я заметил, но я быстро отошел от настоящей причины и начал находить новые причины. И потом я прошелся по списку. И когда я прошелся по списку, я обнаружил первая группа людей я должен был покаяться, потому что они ничего плохого не делали. Они так и чихали раньше, до моего раздражения. И это было нормально. А теперь их чихание меня уже раздражает, потому что не потому что чихание, а что другое. Так, я вычеркну. И остались там три человека, четыре, которые меня раздражали. А эти раздражали меня, потому что они себя вели так, как меня воспитывали в детстве. И я понял, тоже я должен покаяться, потому что я смотрю по плоти. А Павел говорит, мы никого не знаем по плоти, а по духу. Они божьи дети, рождены от Бога, очищены крови Иисуса, они не воспитаны, как я. Ну чего я должен тогда? Все. Моя гордость покаялся в гордость. Короче, список весь я вычеркнул. Я понял, что все люди, на кого я был раздражен, в принципе, не обязательно было мне раздражаться. А вы знаете, сколько энергии душевной у меня забирали это? Сколько нервов мои, как я мучился. А когда я вычеркнул, я взял бумажку, все закончено. Конечно, еще неделю я возвращался, но потом оно ушло. У меня так новый мир пришел, который до этого не было. Не знаю, кто меня понимает или нет. Наверное, никогда никого не раздражает никогда нигде. До сих пор иногда меня раздражают. Ехал за рулем, сегодня я утром возил ребенка в школу, еду не утром, а днем, еду на пути назад, передо мной какой-то человек ехал на очень дорогой джип. Прямо я посмотрел, думал, вот такая бы машина мне. А почему я заметил? Потому что когда я ехал в школу, у меня было, я жевал жвачки, и когда жвачки уже не жевают, мне куда-то надо было деть, я поискал некуда было деть, а я взял коробочку конфеты, и туда прилепил жвачку, и с другой стороны прилепил другой коробочку, чтобы оно не на сиденье, некуда было бросать, я ее положил. И я не оставлю на видимом месте, на всякий случай морали. И вот передо мной идет господин, видно, он купил банан где-то, в дорогом джипе, открывает этот, и берет весь этот банановый и выбрасывает. Я подумал, чего он позорит джип? Так позорит. позорит джипе. Вот это мои слова. С чего он позорит джипе, это была христианская реакция, единственная христианская реакция. Все основное вам не скажу. Но я настолько был раздражен на него, что я готов был, хотя моя машина не самая дорогая по сравнению с ней, но моя быстрее за объем. Я мог бы нажать на газ и быстро его обгонять и становиться. Ударить меня тысячи долларов. Мысли такие у меня были, вы понимаете, потому что в Украине ударил сзади, тянет виновен автоматически. Так сделаю. Из него заберу тысячи долларов, все, отдам в церковь, проремонтирую машину. Это притом самое благое намерение из этих. А сауни были похуже. А потом думаю, представляете, я проснулся, у меня было хорошо на душе, я себе читал Библию. А теперь вот я уже сейчас раздражаюсь, я выхожу из себя, я начинаю говорить, оно мне надо. Ну, вообще, конечно, я не хочу, чтобы банана лежала на дороге, это плохо, но вообще, если бы я не видел, все равно бросал бы. Конечно, нехорошо. Я подумал, зачем же я выхожу из своего равновесия, он будет еще такие банановые, и бросать много, и таких немало. И я решил, все, мне все равно кто что бросает, я в духе, я счастливый. И специально еду, передо мной женщина едет, она, во-первых, разговаривает по телефону, без наушников, без... Он сразу говорит, и едет, непонятно как, как-то, кругами. А я искал дорогу, я искал дорогу Кловский спуск. Мне надо было на Кловский спуск, а найти Кловский спуск, потом найти Печерский спуск. А было же закрытый центр, а там, где Кловский, там более-менее открыт, но все машины там. И поэтому я ищу в GPS, где Кловский спуск, потом Печерский спуск, я хочу найти, а это разговариваю по телефону, она и туда, и туда, и туда. Женщина. У нее серьги такие были длинные. Я их видел, еду за ней, вижу серьги. Они заметнее были. Понятно, что она не из дешевых. И смотрю, думаю, ооо. И вот она открывает окно, разговариваю по телефону, на секунду повернулась, и ту, и закрыла, и дальше. Вы понимаете, у меня, я так уважаю женщин, они представляют, но когда я это увидел, на секунду подумал, оказывается, эти женщины, они не такие, как нам кажется. Гизу представляешь? А потом думаю, а зачем оно мне надо? Я уже принял решение быть мирным, вот буквально минут, сколько тому назад. И вот это, она все равно будет плевать, если не она, то другая. я решу, равновесие сохраню. Так что сегодня у меня был целый день борьбы за равновесие. Но заканчивая свою проповедь, хочу вам... А братья, их раздражали сни Иосифа, его ведения, смотри, что именно тебя раздражает. Если тебя раздражает банану, понятно, это можно понять, Бог за это тебе особо не... Потом оно пройдет. Но если тебя раздражает начало, именно сон, ведение, призвание, осторожно. Скажи да, аминь. Расскажу одну тайну, которая была со мной давно. Я на эту тайну посмотрел, когда я услышал свидетельство Янгичо. Янгичо говорит, пришел к нему женщина с его церкви, с мужем. И после проповеды. Это в начале его церкви. Я говорю, пастор, я сегодня привил моего мужа. А Янгичо говорит, ого, слава Богу. А Янгичо проповедовал в тот день, он нашел книгу философии какую-то, прочитал, чтобы как-то умный проповедь сделать. И женщина говорит, я привил моего мужа. Сначала он очень обрадовался за такую женщину, которую привела мужа. Говорит, мой муж профессора в университете. О, Янгичо обрадовался, потому что он только что философию учил в церкви, вместо Библии. Говорит, пастор, пастор, что, я сегодня первый раз пришел в вашу церковь, и я больше в вашу церковь не приду. А Янгичо в это время начал дать знак женщине, что уходи как-то, чтобы не слышать разговор мужчин. Вы знаете, как-то все-таки я пастор. А женщина, вы знаете, как, она на потолок смотрит. Пастор дает знак, выходи как-то. Она не видит. И говорит, ну я зашел к вам, потому что я вас люблю, хочу вам помочь, но в вашу церковь больше не приду. Говорит, Я профессор по философии. И ту философию, которую я учил сегодня в церкви, это философия, которую мы даем детям в классе номер один. А Я профессор по философии. Мне не интересно. это слушать. Когда мне нужна философия, я не к вам иду. Я иду в библиотеку или иду на какой-то конференции, где другие философии. Но когда мне нужно слушать Библию, я к вам приду. Но я сегодня пришел и Библию не слышал. И поэтому не вернулся. Янгий Шел говорит, сначала хотел побить его, а потом побить его жену за то, что его привело. Он говорит, он злой на них был. И он их выправил. И он там готов был просить Бога, чтобы тот молнию с неба бросил. И они сгорели себя заживо в машине, чтобы все поняли, что так нельзя. И он говорит, какой был шок. Как епископ Дагмил говорил, вот это шок. Дагмил громко заговорил в комнате и сказал, профессор прав. Янгий Шел сказал, Бог, ты что, ты поддерживаешь профессора, я же пастор. Бог сказал, пастор, вы не правы. Прав, профессор. Я помню, ко мне подошла женщина, я проповедовал, я же иностранец, какие слова я использую, которые я слышу людей вокруг. Я вышел на стену, я говорю, некоторые люди воняют. Я так проповедовал. Я так сказал, потому что я слышал, как так люди говорят. И женщина ко мне подошла после собрания. Я сказал, пастор, можно с вами поговорить? Да, пожалуйста. Но важнее что, галстук на месте. Говорит, это очень низкая культура, то, как вы говорили сегодня. Как нормальные люди не говорят. Но у меня сразу, а что, вы хотите сказать, что все люди в нашей церкви ненормальные? Они все так говорят. Она говорит, весь город вас хвалит, что вы очень мудрые. Держите вашу марку. Ага, что вы имеете в виду? Никогда больше не используйте слово вонять на человека. Если вы заметили, да? Никогда. Даже когда кто-то из зала подбрасывает это слово, если вы заметили, как я его быстро корректирую. Но в тот день, ведь женщина ко мне подошла не сама. Она говорит, Библия говорит при свидетелях двух или трех. Я говорю, женщина. Но я говорю, вы ли чем-то сама подходили? Нет, она со свидетелями подошла. При свидетелях двух или трех любое слово подтверждается. Поэтому она приведет еще две женщины. Но вы понимаете, что такое женщина? Они же не умеют молчать после этого. После этого через неделю вся церковь начала знать, что меня пришли. Вот уже женщина пошла раз. Это вас не касается. постели, я знаю, что у вас по-другому. Я помню, два месяца я был злой на нее. Она была лидером церкви, хотела ее снять. И вот когда я начал процедуру импичмента, снять ее со служения, когда я начал процедуру, мне надо было причину настоящей, чего я снимаю. Действительно, когда я начал копать вокруг нее, я нашел много ошибок, очень много я нашел. И поэтому у меня было десять причин, почему она доснят. А потом думаете, а эти причины я нашел, когда я начал копать. «А что меня толкало вообще копать вокруг нее?» И я дошел до слова «Вонят». я покаялся перед Богом, я обещал Богу, что я никогда больше на человека. И она говорит, скажите, плохо пахнет. И так дальше. Только не говорите это слово «Хорошо, все, я посвящаюсь в интеллигентном клубе, не буду это слово применять». Но это решение пришло через два месяца. вот так бывает даже у пасторов такая проблема. Ну вот смотрите, дух религии чуть не использовал меня начать процедуру импичмента на лидера, который недостоин был снятия. Хотя я пастор, вроде я не в религии, но дух религии меня хотели использовать. Можете использовать пасторов даже для уничтожения своих же людей, которых они поднимают. Написано так, Исаия 54,17 Исаия 54,17 «Ни одно орудие сделано против тебя не будет успешно». Скажите, ни одно орудие, еще раз скажи, ни одно орудие сделано против меня не будет успешно. Там даже написано «Всякий язык, который состязается с тобой на суде, ты обвинешь». И Господь говорит, это есть наследие, которое мы получили от кого? От Господа. Тут не говорится, что орудия не будут созданы. Будут. Это часть обучения будут орудия созданы. Написано «Ни одно сделано не будет успешно, но сделаться будут». Другое дело, они не принесут успех тому, кто сделал. Будут. если кто-то на тебя накричал утром бессмысла, помни, это было орудие сделано. Будут. Увидишь о себе в газете нормально, это орудие. Вот в начале нашей церкви обо мне писали в газетах каждой неделе. Я только ждал как меня нарисуют на этой неделе. Я за всех рисунков запомнил вот пузик, который мне дали, кости в носу, какие-то одежды, которые имеют какие-то листки. Я помню себя хорошо, как меня нарисовали. И русскую Библию в одной руке держал, во второй копию африканскую держал. А зачем монеты нарисовали? Это было названо черный пиар. Увидели люди и скажут, в такую церковь не пойду. То все скажут, ты ходишь в той церкви, где пастор каннибал. По идее, так должно было работать. Но смотрите, и дима здесь сидит. И импортный рок здесь сидит. А мы кутовы здесь сидят. Или кутова только одна сидит. Тамара здесь сидит, еще улыбается. значит, картина не сработала. Это было орудие сделано. Так в твоей жизни сделаются. Но я помню, когда увидел картину первый раз, я кипел. Как смогли? Теперь меня не будут уважать. Даже православные иногда уважают. Значит, и это на них тоже не сработало. Я даже помню, могу иногда терять сон за эти фотографии. Ой, теперь я жалею. Надо было спать на здоровье. Не работает. Скажите со мной, ни одно орудие сделано против меня. Скажи, ни одно. Скажи, ноль. И дальше считать ничего не надо. Потому что это единственное, что работает против тебя. Ноль орудия. даже раз не начинаем. Просто ноль. И на этом закончено. Поэтому замерите, они планировали убить Иосифа, но не вышло, не сработало. Но как это делается? Орудие против тебя, обвинение против тебя. Бог говорит, это мое наследие. Что это значит? Генри, ты должен молиться, ты должен читать мое слово, должен поститься, ты должен искать мое лицо, ты должен быть верен, ты должен это, ты должен это. Да, Господь, да, Господь, да, Господь. А когда орудие против меня, а когда языки буду обвинять, Бог говорит, ну ладно, это уже мое наследие, которое я тебе даю. То есть защитить защитить тебя от орудия, от языков, это моя часть. Ты молись, ищи меня, читай Библию, но когда восстанет против тебя, это уже мое. Это просто наследие, которое я даю тебе победу. это его часть. Вы представляете? Поэтому почему я говорю, что церковь не восстанет против Бенихина или кого-то из наших гостей, потому что Бог сам справится с такими. Это его часть в битве. Это его часть. Поэтому ни одно орудие сделано против меня, не будет успеть. Я прочту вам это и я вас отпущу. 27 глава, 24 глава Исаии 17 стих. Халлилуйя. 54 17 стих. Ни одно орудие сделано против тебя не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде тебя винишь, это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня говорит. То есть он говорит эта часть моя. Скажи да, аминь. Почему Бог взял эту часть? Потому что порой эти орудия делаются мы не в курсе, мы не слышим. Иосиф не слышал. Поэтому Бог говорит то, что ты не можешь. я сделаю. Все все слышу, я все знаю. Поэтому ни одно орудие против тебя сделано не будет успешно. Почему? Потому что эта часть занимается сам Бог. Это значит, когда орудия поднимаются, не теряя сознание, не попадая в депрессию, не надорвать волос. Потому что во-первых, этими процедурами ты ничего не поменяешь. А во-вторых, это признак того, что ты не доверяешь Богу. Но во-треть зря. Значит, это битва той часть. Сам Бог за этим берется. Скажи да, аминь. Поэтому мы не переживаем, мы не мучаемся, когда какие-то сложности. Потому что Бог сказал, оправдание в этом деле от меня. Не от пастора, не от ума большого, не денег много, от меня. Скажи да, аминь. Нету ни одного человека на этой земле слишком большой для Бога. Слишком далекий, чтобы Бог не справился. Поэтому когда империя воевала против тела Христова, империя рано или поздно рушилась. Неизбежное явление, потому что эту часть занимается кто? Бог. Эту часть занимается Бог. Я не хочу оказаться в положении, где я воюю против Бога. Мне легче с вами воевать, но не с Богом. Но поскольку воевать с вами, создать орудие против вас, включает Бога в битве, то я и вас не трогаю, потому что не хочу, потому что никто с ним не воюет и выходит победителем, не бывает. Скажите Амин. А мы с вами хотим быть чемпионами. Не забудь, что ни одно орудие сделано против тебя не будет успешно. Давайте встанем. Возьми за руку, собрай сестру слева справа. Я сегодня нарисовал, как дьявол дух религии воюет против призвания, ведения, план Божий, т.д. Я хочу, буквально минуту, 30 секунд, молись за брата сестру слева справа. Я представляю, как под ног горит, вы знаете, стрельба, из-за то, что он держит сокровища от Бога. Молись за него. Библия говорит, Петр молился за Петра, Иисус молился за Петра и сказал, я молился, чтобы вера твоя не оскудела. Молись за твоего брата, чтобы вера его, вера ее не оскудела, а чтобы крепко держала за Божьим призванием и бежала вперед и не выбросила во имя Иисуса. Аллилуйя. Коромаса командория, просто от сердца души, во имя Иисуса. Кондария машака папатория, Боже, я провозглашаю крепость души, силу, решительность, во имя Иисуса, бежать, не выбрасывать Божьи призвания, не выбрасывать свое будущее, не выбрасывать Божье ведение, не выбрасывать Божье слово, Божье призвание, Божью мечту, Божий сон, Божье призвание, Божий дар, во имя Иисуса. Коромаса командория, маша командория, кондария, массакария, крепость от Бога в твоем сердце. Я сегодня провозглашаю твое сердце. Божье слово, не сдавайся, не унивай, не бойся, не сдавайся, не унивай, не бойся, во имя Иисуса, ибо ни одно орудие, сделанное против Тебя, не будет успешно, во имя Иисуса, то ли через родственников, то ли это на работе, то ли это в служении, то ли это в семье, помни, ни одно орудие, будь спокойным, будь мирным, будь радостным, двигайся дальше вперед, Бог даст тебе победу во имя Иисуса. Коромаса командория, Господь, я благодарю Тебя, спасибо Тебе, Иисус. Теперь отпусти его руки, клавишни, пожалуйста, отпусти его руки, молись в духе, 20 секунд, пока не начнете играть клавишнику, просто молись в духе, молись в духе, громко молись в духе, громко молись в духе, громко молись в духе, халлилуйя. Теперь, если каким-нибудь образом дух религии использовал тебя как-то против других верующих, это время покается. Буквально сейчас музыка играется, чтобы никто никого не слышал, это время покается. где-то этот дух начал использовать тебя, ты поддался этому духу, ты раздражался на людей, которые не надо было, ты воевал против призвания, против слова Божьего, против призвания, помазания, это время покаяться, 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 во имя Иисуса, покайся перед Богом, Боже, прости, Боже, прости, Боже, я каюсь, во имя Иисуса, то ли это против помазанников, против лидеров, против братьев, сестер, рядом с тобою даже против тех кто ниже стоят тебя покайся перед богом боже я каюсь господь прости меня во имя иисуса господи за моей ревну за завистью за ненавистью я начал воевать людей боже прости меня они ведь качество которые я не имею и за это я воевал против них прости меня господь во имя иисуса гора маша командорья убери это с твоей жизни убери это с твоей жизни оно тебе не надо оно уничтожит тебя оно помешает тебя быть чемпионом отпусти 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 во имя иисуса господь мы благодарим тебя больше спасибо и теперь поднимите свои руки богу скажи господь я прошу тебя все что я потерял в жизни и за эти осуждения и за эти войны и за то что я осуждал боже все что я потерял я прошу тебя восстанови потеряное лукавый пытался похитить боже я прошу восстанови все что я терял когда я воевал когда я осуждал боже восстанови я прошу тебя библия говорит что он дает то что саранча съела то что пусть не засел то что червы съел он может возвращать хочет возвращать он может и вас врач а för nó же твои жизни кора масса куба тория идет возвращение потеряны восстановление потеряных позиций восстановление потеряные возможности восстановление потеряные способность восстановление идет восстановление идет восстановление 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 твоей жизни кора масса команды Боже, я верою принимаю полное восстановление, полное возвращение, полное возвращение, полное возвращение, во имя Иисуса. Теперь начни благодарить Бога Просто благодари Его Благодари Его за восстановление Благодари Его Благодари Его Пайбр говорит, я буду молиться умом Буду молиться духом Я буду петь умом, буду петь духом Благодари Его Перейди на свою собственную песню Создай себе песню на иных языках духе просто пойму от души от сердца от души от сердца от души от сердца слова хвали слова благодарения слова буквали слова благодарения во имя иисуса по ему новую песню это не туфет у которой мы знаем о новую библия говорит пойте ему новую песню которая до этого не было который у чего не было по имя есть аварий söyleuish Fiore поэтому мне песню по ему новую песню просто поклоняйся ему своими словами хвали слова любви слова хвали слова поклонения во имя иисуса кора мастоко мандория библия говорит открой уста я наполню их начнай говорить твое будущее начнай говорить твое будущее провозглашай на твое будущее то что я пытался украсть tres go 모든 слова от бога к при словах бога говори слова от бога желатого говори слова от бога qu resolver category это называется пророчество когда ты открываешь уста и он дают тебе слова буквально свои будущее3 завтра на свое служение на свою работу на свой бизнес пусть твой разум тебе не помещает ты сейчас в духе говори слова от бога говори слова от бога и сразу не понимать не переживай критика твоего разума не переживай говори 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 все что приходит кора масандария мазок gorya я не на джесс тоже свое завтра здесь три ура своя завтра и саслав cement really Субтитры создавал DimaTorzok Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Иисус, мы славим Тебя, Господь, во имя Иисуса, о, халилюя, Боже, мы любим Тебя, Боже, мы поклоняемся Тебе, Боже, мы ценим, мы почитаем, мы любим, Ти наше сокровище, Ти наше драгоценность, Ти наше все во всем, мы любим Тебя, Господь, Халилюя, Боже, спасибо, Господь, благодарим Тебя, халилюя, воскресли Господу глазами радости, халилюя, дай ему бурные аплодисменты, он достоин славы, слава, 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 слава тебе, Иисус, халилюя. О, это только что поменялась жизнь твоя, скажи Амин, только что поменялась твоя судьба, скажи Амин, скажи, ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешным. И один язык, который состязается со мной на суде, не будет успешным, скажи, потому что это мое наследие от Господа, это его час, и он всегда побеждает во имя Иисуса. Халилюя, с миром Божьим, пусть вас Бог благосковит, слава Господу. Если вы желаете послужить своими финансами для трансляции программ «Голос Победы», перечислите любую сумму на счет, который видите сейчас на экране, и весть Евангелия будет распространяться по всему миру и через вас лично. Империи расширялись, завоевывая новые территории. Как мне в своей жизни завоевывать территории и побеждать врага? В книге пастора Генри Мадава «Дух Победителя» вы узнаете, как побеждать в духовной войне и не позволить врагу и обстоятельствам разрушить вас. По вопросам приобретения обращайтесь по телефону, который видите на вашем экране, или пишите на электронную почту. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и 14 часов, а также в среду в 19.00 по адресу улица Оранжерейная, 3, недалеко от станции метро Дорогожичи или Шулявка. Пишите нам по адресу 01001 город Киев, абонентский ящик 53. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова